Здравствуйте, дорогие друзья! С вами библейский портал Экзегет, и к нам поступил следующий вопрос. На Богоявление освящают воду. Каковы ее свойства? И правда ли, что она особенная? Как ее используют и для чего она нужна? Действительно, в день крещения Господня освящается вода. В навечере, то есть в сочельник и в сам день крещения, совершается великий чин освящения воды. И по факту этот великий чин и отвечает на вопросы, которые здесь предложены. Первое. Каковы ее свойства? Мы молимся о том, чтобы Господь осветил эту воду, то есть сделал ее своею, пронизал ее своей благодатью, и чтобы, когда мы с верой и любовью прикасались бы к ней, помазывались бы ей, кропили бы свои жилища или себя, или освящали какие-то предметы нашего быта, Господь бы тоже освящал посредством этой воды то пространство или человека, который ее употребляет в пищу. И часто люди говорят, что вода на крещении имеет особую формулу. Ну, не H2O, а какую-то другую. И существуют соответствующие к этому фильмы. Но православное богословие старается с очень большой опасностью и аккуратностью подходить к данному заявлению. Во-первых, если формула воды меняется, то значит мы освящаем не воду, или в процессе освящения вода перестает быть водою. Но в таком случае мы нарушаем логику событий. Более того, здесь можно провести параллель с чашей Евхаристии. Ведь в чаше Евхаристии сохраняются в химическом и физическом отношении те же самые хлеб и вино. Но по благодатным своим свойствам они становятся истинным телом и истинной кровью Господа Иисуса Христа. Также и здесь она освящается, посвящается Богу. Хотя главным предметом освящения во всех церковных священодействиях всегда является человек. И вода освящается именно для того, чтобы человек мог ее употребить. Существует такое мнение, которое выбрано из писаний святого отца, святителя Иоанна Златоустова, о том, что все воды, вся вода во всем мире в день богоявления становится крещенской, становится святой, где бы вы ее не набрали. Но да, в таком случае не нужно ходить в храм, не нужно молиться о снисхождении Духа Святаго на эту воду. Но в то же время возникает несколько богословских проблем. Первое. А куда же девается освящение этой воды, когда проходит День Богоявления? Она перестает быть святой? Но разве есть у нас какие-то предметы, которые святые только на определенный период времени, а потом перестают быть освященными? Нет, такого я не припомню. Второе. Мы с вами используем воду не только для того, чтобы пить, иногда для того, чтобы использовать ее в гигиенических целях. И вряд ли мы бы хотели использовать святую воду, великую геасму, которой такое действительно пиетичное отношение со стороны церкви в гигиенических целях. Правда ведь? Потом, для того, чтобы Дух Святой, для того, чтобы Бог действовал в нашей жизни, очень необходима вера. И понятно, что когда мы описываем события советского периода, когда люди не имели доступа к храму и просто молились, Господи, освяти эту воду. И она действительно была освящена, потому что Дух дышит где хочет. И подтверждением этому были рассказы наших с вами дедушек, бабушек, прадедушек, стареньких прихожан храма, которые говорили о том, что вода и не плесневела, и могла несколько лет стоять, и ничего с ней не происходило. И удивляются, почему же с водой, которая освящена в храме, не всегда происходит так же. Вода оставляет свои физические и химические свойства, в ней могут действительно размножаться бактерии, которые впоследствии делают эту воду непригодной для употребления в пищу. Поэтому я всегда советую своим прихожанам и сам беру домой буквально литр-полтора этой воды, которую я могу когда-то употребить в пищу, выпить ее, когда-то налить просто в стакан вместе с водой другой, где-то когда-то добавить. Потому что верю в то, что не в концентрации Духа Святаго освящение этой воды. Для чего она нужна и как ее используют? Согласно уставу Православной Церкви, согласно нашим богослужебным книгам, придя с праздника Богоявления домой, возьмите эту воду, покрапите свое жилище, пейте ее. При том, что в день Богоявления и в день Сочельника она употребляется первой. Ну, то есть ты причастился и после этого запиваешь уже именно богоявленской водой, крещенской водой, великой агиасмой, в общем. В то же время, в течение всего остального года, согласно мнению устава Православной Церкви, типикона, вы можете использовать ее не только натощак. Вы можете ее использовать и уже употребив какую-то пищу. Есть традиция употреблять натощак. Если вы к ней привыкли, пожалуйста, используйте ее в таком же формате. Можно ли в ней купаться, обливаться ею? По крайней мере, молитвы освящения этой воды не предполагают такого ее использования. Помазать себя, пожалуйста. Употреблять в пищу, пожалуйста. Ну, то есть пить ее, пожалуйста. Но освящать жилище, пожалуйста. Притом все комнаты, которые у вас есть в доме, пожалуйста. Но в то же время использовать ее для обливания, наверное, не следовало бы. Согласно церковной традиции, так делать не следует. Где хранить эту воду? Обычно благочестивые христиане хранят ее в каких-то местах. Например, там, где иконная полочка у вас. Или там, где вы храните церковную литературу. Ну, так, чтобы она не смешалась со всеми остальными вашими бытовыми предметами. И впоследствии не была случайно употреблена несоответствующим образом. Далее я хочу сказать еще об одной важной вещи. Святая вода не является каким-то магическим артефактом. На это стоит обратить особенное внимание. Некоторые люди говорят, вот буду давать воду неверующему или хулящему имя Божия человеку, и вот он через это спасется. Дорогие друзья, наши отношения с Богом не могут быть выстроены на основании магического или оккультного сознания. Когда я даю святую воду тайно от этого человека, и он через это спасается. Или что святая вода просто в любом случае поможет от всех недугов и избавит от головной боли и прочего. Нет. Дело все в том, что встреча с Богом, как говорится в Псалтире, страшно впасть в руки Бога Живаго. И действительно, встреча с живым Богом — это всегда кризис. Это всегда опасно, потому что Бог жив. Ты не знаешь доподлинно, какое решение Он примет. И если ты употребляешь воду святую или прикасаешься к какой-то святыне с небрежением, с абсолютным непониманием того, что ты делаешь, эта благодать, как меч обоюдоострый, может поранить тебя, опалить тебя. По крайней мере, традиция церкви именно таким образом относится к благодати Божией. С аккуратностью, со страхом Божиим и верою, с любовью, со страхом и трепетом. Вот такое отношение к Богу, отношение, как в любви. Вы оскорбите человека, которого вы любите, если вы будете небрежно к нему относиться. И то же самое с Богом. Мы нарушим эту связь, мы можем упразднить эту связь. Поэтому вода святая — это не магия, это не какое-то зелье, это возможность наша с вами встретиться с Богом. И последнее, на что хочется обратить внимание, это на то, что существует такое мнение, бытует оно, часто людьми употребляется, что святая вода может заменить причастие. Не может ничего в этом мире, кроме самого причастия, заменить причастие. Поэтому ни святая вода, ни артос, ни просфора никогда не заменят причастие святых христовых тайн. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.